Что-то невероятное происходит. Прямо на скамейке для запасных проходит драка. И судьи-то этого не видят. И сейчас вот только разнимают свои же игроки. Но вот к нам, к сожалению, сейчас это не показывали. Да, это, конечно, что-то невообразимое сейчас происходило. И здесь уже сами хоккеисты разняли друг друга. Атака и встали. Бросок не получается. Вихарев шайбой подхватил. Передача под синюю линию. И Вихарев шайбой оставил вновь на защитника Гуляев. На Вихарева. Вихарев. Бросок не получился. А здесь перехватил шайбу Денис Фокрудинов. Бежит вперед. Атака неплохая. Может получиться. Шайба соскакивает. А здесь уже вступает в игру Антон Кислицын. В результате игра остановлена. И вбрасывание будет. И смотрите, здесь уже Евгений Виксен едва не вступил в кулачные бои с кем-то из игроков. Встали. Да, конечно, интересный момент сейчас получился. Вот сейчас, смотрите, подъезжает главный арбитр Алексей Иждахин. И он объясняет главному арбитру. И смотрите, сейчас уже что происходит. Тренеры команд вступают в кулачные бои. Невероятно, что же это происходит. И смотрите, сейчас обе команды начинают разнимать уже друг друга. Алексей Иждахин сейчас не выдержал. Нервы вскипели. Смотрите, что происходит. Это уже нервы. Нервы, дорогие друзья. И там уже кто-то из игроков ТХК. Артем Тернавский там уже начинает защищать своего тренера. Да, это что-то невероятное. Такое я вижу в первый раз, дорогие друзья. И сейчас уже пытаются, пытаются разнять в этой ситуации и хоккеисты, и тренеры. И смотрите, уже правоохранительные органы уже сюда вступились и пытаются разнять игроков. Да, это, конечно, что-то невероятное. Да, дорогие друзья, что в этой ситуации делать? Смотрите, Андрей Разин уже без верхней одежды. Аплодирует, аплодируют болельщики. Андрей Разин слегка даже улыбнулся, обратился к болельщикам. Показал, посмотрите на меня. Ну, действительно, такая необычная ситуация. Зрители аплодируют обеим командам. На льду уже Андрей Разин. Смотрите, вот он раздетый. Показывает. И смотрите, показывает Андрей Разин, что не будет его команда продолжать встречу. Да, что в такой ситуации будет происходить, непонятно. Впервые такое я вижу, дорогие друзья. Никогда такого не видел, чтобы и уже у тренеров не выдерживали нервы. Не говоря уж об игроках. Вся команда из сталь отправляется по трибунное помещение, отправляется в раздевалку. И интересно, что же будет дальше, какое решение будет принято. Потому что это, конечно, что-то невероятно. С чего все началось, неясно. Стоял на скамейке Артем Тернавский. Я в последний момент увидел, как он на скамейке для запасных с кем-то из игроков из стали дерется. Ну и на самом деле потом, казалось бы, эпизод уже был завершен. Но вот потом, когда игра была остановлена, уже подозвали тренера обеих команд к себе, главных арбитров. И после чего уже тренеры, главные тренеры начали выяснять отношения. И на самом деле я не понимаю, с чего все началось. И что же стало причиной такой агрессии со стороны обеих команд. Понятно, что на кону выход в финал. На кону ставки очень высоки в сегодняшнем противостоянии. Но чтобы дело до такого доходило, такого я никогда не видел. И что сейчас? Смотрите, Андрей Разин выходит на точку сбрасывания и зовет Алексея Ждахина. Это что такое, дорогие друзья? И смотрите, все хоккеисты сбрасывают краги. Ну что это? Не, сейчас, конечно же, нужно что-то предпринять правоохранительным органам. Потому что здесь нельзя, чтобы команды начали массовую драку. Это, конечно же, что-то невероятное. Но я думаю, сегодняшний матч попадет во все соцсети и на Ютьюбе. Это станет что-то невероятное. Трибуны скандируют Ждахин, Ждахин. Но вот не дали Алексею Ждахину выйти его коллеги, тренеры и команды выйти на площадку, чтобы продолжить выяснение отношений в кулачном бою. Андрей Разин вызывал на дуэль Алексея Ждахина. Он был готов выйти, но уже какие-то обеих команд здесь выскочили и не позволили продолжить выяснение отношений. И смотрите, сейчас вот Андрей Разин показывает Алексею Ждахину глубочайшие приветствия. Но вот я не знаю, будет ли проведена послематчевая пресс-конференция с участием обоих тренеров, потому что на самом деле это может привести к очередному выяснению отношений. Возвращаются на скамейку для запасных хоккеистов Ишстали. Главные арбитры каким-то образом уладили этот эпизод. Да, дорогие друзья, что-то невероятное сейчас о чем-то рассуждают. Советуются главные арбитры, что делать дальше, продолжать встречу или нет. Я даже не знаю, что в таких моментах, в таких ситуациях может происходить, потому что, ну действительно, я такого никогда в жизни не видел, чтобы так сильно кипели эмоции, чтобы такое было когда-либо, чтобы выясняли отношения хоккеистов на скамейке для запасных. Такое, в принципе, бывает, но чтобы трейлеры начинали так такое вытворять, такого я никогда не видел. Да, вот так матч, дорогие друзья. Сыграли 6 минут и 25 секунд во втором периоде. Через 34 секунды появился бы на площадке удаленный Роман Волошенко. Но вот видите, к чему все привело. Возможно, потом мы с вами узнаем о причинах, что же случилось на скамейке для штрафников, для запасных, прошу прощения. Может быть, кто-то кого-то подначил. Может быть, кто-то кого-то спровоцировал. Но в результате все это привело к тому, что только что произошло. Я сомневаюсь, что абсолютно все игроки обеих команд были готовы подраться. Ну, по крайней мере, если бы, конечно же, началась бы драка команд, команда на команду, то все бы, конечно же, поучаствовали. Но, понятное дело, что все понимают, что не нужно к этому до этого доводить. Здесь уже Денис Баев и Денис Абдулин. Два Дениса у ТХК. Общаются с арбитрами. А у «Ишстали» это Ильна Загитов, капитан Гассей. И Антон Кочуров, капитан и помощник капитана. Так, прошу прощения. Ильна Загитов помощник капитана, Антон Кочуров капитан. Команды неправильно сказал. Так вот, команды сейчас разминаются, чтобы не спал темп, чтобы кровь не остыла. Пытаются привести себя, точнее, чтобы не спал темп, да, и быть в оптимальных физических условиях. Да, на самом деле, конечно, сейчас вот судьи приняли какое-то решение. Подъехали, подъехал один арбитр, объясняет что-то Алексею Ждахину. Вот Алексей Ждахин, наверное, объясняет, что же произошло в этой ситуации, почему так все произошло. Но это эмоции. Это эмоции, это плей-офф, дорогие друзья. Полуфинал, ставки высоки. Сегодня ТХК нужно побеждать как никогда. Хотя, с другой стороны, счет-то в пользу ТХК 2-0. И при этом, как бы, так вот психовать и нервничать. Не знаю, было ли уместно. Но, опять же, одно дело рассуждать со стороны, а другое это находиться там, на скамейке для запасных. Рассуждать. Точнее, действовать в этой ситуации. И что здесь? И здесь Алексей Ждахин призывает всю команду к себе. И что-то... Смотри, сейчас вся команда ТХК обнимается. Обнимается, что-то обсуждают. Наверное, сейчас идет настоящее поднятие настоящего командного духа у ТХК. Андрей Разин также что-то объясняет. Вот показали бы нам сейчас команду ТХК, было бы здорово. Вот, смотрите, нам сейчас все показывают. Что-то обсудили, что все... Это один коллектив, одна команда. Алексей Ждахин удален. Удален. До конца матча, как я понимаю. И продолжат сейчас игру тверские хоккеисты без своего главного тренера. Ну, я так понимаю, что Андрея Разина также удалят. Смотрите, разводят руки в стороны. Андрей Разин, наверное, апеллирует к арбитрам, говоря, что я-то ничего не сделал. Меня-то за что удалять. Но факт есть факт. Драка была. Возможно, даже Андрей Разин-то и руку не поднял на Алексея Ждахина. Но в результате обоюдное удаление, скажем так, получили главные тренеры обеих команд. Вот посовещались главные арбитры и приняли такое решение, что главных тренеров нужно удалять. Не знаю, возможно, где-то в потрибунном помещении сейчас встретятся Алексей Ждахин и Андрей Разин. Возможно, пожмут друг другу руки и скажут, что это всего лишь был эпизод. Вспылили. Ну и вот сейчас я вижу, там за стеклом уже с другой стороны стоит Алексей Ждахин и ждет, когда подойдет Андрей Разин. Потому что рядом находится тренерская гостей. Ну и, конечно, туда лучше сейчас отправить, наверное, правоохранительные органы. Потому что, возможно, продолжение выяснения отношений. А, возможно, наоборот, обмен рукопожатиями. Ну и посмотрим, что сейчас будет. Свистят трибуны. Но я не знаю, зачем они это делают на самом деле. Не нужно и без того накалять до предела раскаленную обстановку. Ну, Андрей Разин покинул лед. Но вот я не знаю, сейчас... Интрига. Будет ли выяснение отношений сейчас между тренерами за трибуной? И смотрите, все-таки за трибуной они встретились и едва не продолжается драка. Продолжается обмен любезностями. Его сейчас там показывают. Арбитры не начинают встречу. Вот камеру немножко левее. Переведите, пожалуйста. Покажите нам, что происходит за бортом. В принципе, нет. Не довели дело до драки. Тут же, смотрите, вступаются и правоохранительные органы. Нет, не пожали друг другу руки. Все-таки... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!